МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город подготовили для вас выпуск новостей региона. Смотрите в этом выпуске. 4 плюс 2. Региональные власти увеличили число центров экспресс-тестирования по ковиду. 80 миллионов сверху. Губернатор увеличил программу ремонта дворовых территорий. Шире круг. К акции дарения книг с каждым днем добавляются все новые персонажи. Два новых пункта экспресс-тестирования на ковид-19 открылись сегодня у ДК Приокский, торгового центра Европы на улице Новоселов. Теперь в Рязани уже шесть таких локаций. Но, как заметил Герман Гущин, очереди меньше не становятся. У ДК Приокский спонтанная очередь. Как будто за билетами на танцы. Но нет. Специально для жителей микрорайона здесь установили большую палатку МЧС. Это новый пункт экспресс-тестирования на ковид-19. Его актуальность прямо-таки зашкаливает. У меня дочка приболела. Ну, мы просто были рядом. Ребенку надо погулять. Видели объявление, то, что должны были открыть. Поэтому пришли сюда. Я уже болела. Так что все нормально пока. Для проверки. Для самоуспокоения и успокоения коллег на работе. Проходя мимо него вчера вечером. Увидел вот то объявление. Когда ты заболеешь, действительно тебе нужно сдать тест. Ты с поликлиники не допросишься. Готовый пример мой. Готовый. Летом мы заболели. В августе у мужа взяли тест. Потому что у него была температура. Его положили в больницу. Я дома одна с детьми. Я теряю обоняние. Я понимаю, что я начинаю задыхаться. Температуры нет. Поэтому такие пункты, на мой взгляд, да, нужны. В мобильных пунктах работают как врачи и медсестры из поликлиник, так и медики-волонтеры. На время пандемии наравне со всеми работают и студенты. Именно они взяли на себя большую часть медицинского функционала. Спрос у населения Рязани очень большой. И обслужить два района, да, которые стоят у нас на ЗАГСе, на Московском, ну просто физически невозможно. Поэтому открыли здесь. На данный момент у нас находятся медсестра пятой поликлиники, студенты медицинского университета и студенты медицинского колледжа. По очереди мы запускаем человека. После чего берем его необходимые данные, да, личные данные. Он подписывает соглашение о добровольном согласии на проведение манипуляции. После чего проводится самотестирование. В случае, если ПЦР-тест положительный, то медики направляют пациента в поликлинику для лечения. Если состояние больного ухудшается, то врача вызывают на дом. Всего за 10 дней работы мобильных пунктов уже посетили около 11 тысяч рязанцев. На сегодняшний день 10 960 человек данные пункты тестирования. Всего их у нас сейчас уже получается 6, где наши граждане могут бесплатно пройти исследование экспресс-тест на ковид. Программа ОМС не позволяет делать тесты всем желающим, как говорится, да, только лицам с подозрением на инфекционные заболевания. Поэтому вот пройти бесплатный экспресс-тест, причем результаты экспресс-тестов приравниваются к результатам обычного ПЦР-исследования. И для населения это очень удобно. Я считаю, что это важное тоже такое, важное мероприятие в борьбе с пандемией. Напомним, что пункты в Рязани работают с 10 до 16 00 каждый день, включая выходные и праздники. Прием на тестирование в среднем 7-10 минут. Для прохождения экспресс-теста нужно предоставить всего лишь паспорт и СНИЛС. Как заявил недавно губернатор, экспресс-пункты будут работать столько, сколько нужно. До тех пор, пока в Рязани не зафиксируют спад заболеваемости. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На ремонт дворовых территорий в Рязани из-за областного бюджета мы добавим 80 миллионов рублей. Общая сумма составит 180 миллионов. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Николай Любимов. По его словам, программа получила множество позитивных откликов от рязанцев. Поэтому принято принципиальное решение ее расширить. Анонсировал Николай Любимов о открытии двух новых центров экспресс-тестирования на COVID-19. Подробности далее. Программу ремонта дворовых территорий нужно доработать. Слишком много сегодня рязанцев, желающих облагородить свои придомовые участки. Где-то отремонтировать дорожное полотно, где-то обустроить спортивную или игровую площадки. 100 миллионов на все это уже явно не хватает, поэтому денег станет больше на 80 миллионов и это принципиальное губернаторское решение. Таким образом, из областного бюджета в 2022 году на эти цели будет направлено в общей сложности 180 миллионов рублей. Я прошу администрацию города вместе с депутатским корпусом городской думы в кратчайшие сроки определить перечень дворовых территорий, которые будут отремонтированы в текущем году. В этом плане у вас уже наработана хорошая практика, в том числе даже в первую очередь, по взаимодействию с жителями Рязани. Заявление об увеличении суммы на ремонт дворов было ожидаемым, пусть и не явно, но теперь необходимо ускорить создание проектно-сметной документации. Времени у городских властей и ТОСов не так уж и много. А где ПСД не нужна, так это при установке палаток для экспресс-тестирования. Губернатор анонсировал появление двух новых точек для разгрузки уже существующих. Ускорение тестирования – это наличие самих тестов. Их закупили с запасом – 250 тысяч штук. Рязанцы не раз жаловались в соцсетях о том, что пройти диагностику сложно довольно-таки, а результаты ждать долго. Открытие мобильных пунктов показало, что можно существенно увеличить количество людей, прошедших тестирование, и сократить сроки проведения, а также получения результатов анализов. Дистанционные больничные – еще одна тема, на которую остановился губернатор. Только за сутки после появления услуги в Рязани открылись 150 электронных листков нетрудоспособности. А это плюс как для поликлиник, они будут разгружены, так и для самих заболевших. Лечение теперь можно начинать прямо с первого дня. Максим Васильев, телекомпания «Город». На фоне всплеска вирусных заболеваний в региональном Минздраве решили сократить количество пациентов в медицинских учреждениях. Для этого появилась возможность получить больничный лист дистанционно, если состояние пациента не требует срочного медицинского осмотра и госпитализации. Достаточно будет позвонить на телефон горячей линии. Изменения в приказе Минздрава России, по которым электронные больничные теперь легализованы официально, по идее должны разгрузить поликлиники. При всплеске амбулаторных больных это, похоже, самый разумный выход. Дистанционный больничный лист может быть открыт на семь дней. В течение этих семи дней пациент будет наблюдаться с помощью голосового помощника, который будет ежедневно обзванивать пациентов и уточнять состояние пациента. Его состояние будет фиксироваться в электронном виде и при ухудшении состояния операторы колл-центра будут связываться и уточнять информацию уже у самого пациента. Для электронного оформления больничного теперь нужно первонаперво позвонить на линию 122 и ответить на вопросы робота Виктории. В ходе разговора она предложит открыть больничный. Соглашайтесь, далее все сведения о вашем состоянии уходят в вашу же поликлинику. В случае, если пациент не прикреплен к медучреждению или в данный момент в гостях, то сведения о нем направят в ближайшую поликлинику. После чего на связь выйдет медицинский работник и уточнит состояние здоровья. В первую очередь это наличие температурной реакции и наличие положительного результата в ПЦР. Врач дистанционного центра будет принимать решение о необходимости личного осмотра на дому. Экспресс-тестирование здесь тоже возможно, то есть экспресс-тестирование всеми методическими рекомендациями оно разрешено. В поликлинике ОКБ врач дистанционного центра работает с пациентами уже с 4 февраля. Как уточняет заведующий терапевтическим отделением Елена Андрейчева, сегодня дистанционных обращений в среднем больше сотни. Дистанционное консультирование безочного приема позволяет разгрузить врачей, решает проблему очередей. Врач дистанционного центра областной клинической больницы, которая осуществляет дистанционные консультации пациентам, определяет необходимость открытия больничного листа именно дистанционно-безочной консультации, определяет необходимость направления медика домой. Также врач дистанционного центра при необходимости продлит вам больничный и даже закроет его без посещения поликлиники. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Есть такой необычный праздник – Всемирный день книгодарения. Появился он в США благодаря школьному библиотекарю. Ее сын спросил, почему не существует дня, когда люди дарят детям, ну или просто друг другу, книги. Этот вопрос и определил появление праздника. Теперь День книгодарения отмечают 14 февраля. К празднику присоединилась и Рязань. Светлана Панкратова вместе с коллегой принесла в областную детскую библиотеку несколько новых книг. Приключения Буратины, Семь подземных королей – все эти издания станут подарком для библиотек областных. Так Светлана внесла свой небольшой вклад в акцию ко Дню книгодарения. Поддерживаем уже не первый год эту акцию, считаем ее очень полезной и будем рады, что принесет пользу детским библиотекам нашей области. Областная детская библиотека поддерживает акцию уже четвертый год подряд. В 21 году собрали почти 800 книг. В этом пока что 240. На время еще есть. Сбор открыт на ближайшие три недели с 24 января по 14 февраля. В этом году мы собираем книги для трех сельских библиотек по одной из Рязанского, Кадамского и Александроневского района. Ну, надо сказать, что достаточно широк круг дарителей. Нас очень радует, что детские сады, воспитатели и родители очень поддерживают эту акцию, передают нам достаточно много книг. К акции присоединяются рязанские заводы, местные издательства, учебные заведения, семьи, что и говорить, даже сами библиотекари ежегодно дарят книги. Достаточно много очень ярко иллюстрированных книг современных, зарубежных и российских авторов с хорошими иллюстрациями. Участником акции может стать любой желающий. Нужно только помнить, что это день книгодарения, а не передаривания старых книг. Поэтому одно из важных условий акции – новая качественная литература, издание последних трех лет. Книги можно отнести в Рязанскую областную детскую библиотеку по адресу почтовая 63. И уже 14 февраля может быть подаренную вами новую книгу с полки областной библиотеки возьмет в руки совсем юный читатель. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Сводный отряд полиции Рязанской области вернулся из служебной командировки на Северном Кавказе. 49 человек обеспечивали общественную безопасность в течение полугода. Из непростого региона наши парни вернулись без нареканий. Товарищ генерал, сводный отряд полиции из служебной командировки с территории Северного Кавказского региона прибыл без происшествий в полном составе. Доложил заместитель начальника управления полковник внутренней службы Краснов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-поедр! Хор из почти пяти десятков голосов четкий и бодрый, но с некоторой ноткой усталости. Все-таки полугодовая командировка на Северный Кавказ – это всегда напряженно и ответственно. Основная задача – охрана общественного порядка выполнена четко. Крепкое мужское рукопожатие от генерала каждому – лучшие тому доказательства. Огромная вам благодарность от руководящего, от меня лично, от руководящего состава УВД по Рязанской области за то, что не подвели ни меня, ни своих командиров. Это достойно. Долгожданная встреча с родственниками и друзьями – как счастливое завершение полугодового отсутствия. Где-то скупое похлопывание по плечу, где-то даже до слез. С Северного Кавказа эти парни вернулись с высоко поднятой головой. И знакомство с ними теперь будет особым поводом для гордости. Максим Васильев, телекомпания «Город». Рязанцам напомнили порядок действия при обнаружении старого оружия. Грозит ли за это уголовный срок административная ответственность или же награда – расскажем в следующем материале. 3000 рублей за гладкоствольное оружие, 5 за пистолет и револьвер. Расценки, которые звучат словно из уст персонажа фильма Алексея Балабанова, на самом деле ничего криминального в себе не несут. Это сумма вознаграждения, которую может получить человек за сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. За патроны, кстати, тоже есть награда. Хоть и небольшая. 20 рублей штука. За 2021 год у нас сдано подобное оружие на сумму около 28 тысяч рублей. Это небольшая сумма, но с учетом того, что, конечно, год у нас выдался пандемийный и активность не такая была в большей населении, как в предыдущие годы. Но были у нас года, где и по 150 тысяч люди получали. Преимущественно в Центр лицензионно-разрешительной работы сдают гладкоствольное оружие, найденное в старых постройках. И патроны, притом в большом объеме. Но это статистика последнего года. Переносной зенитный ракетный комплекс в Рязани до сих пор никто не находил, говорят в управлении Росгвардии. А за него самая большая награда – 15 тысяч рублей. А вот в других регионах подобные случаи уже бывали. В Рязани же пока находки поскромнее. Правда, даже при нахождении того же ружья действовать нужно правильно. Сергей Данилов рассказал случай из своей практики. Мужчина разбирал постройку гаражную, оставшуюся от родителей, бабушек, дедушек. И обнаружил там, соответственно, ружье завернутое, там в марлю. Он сразу позвонил в полицию. Полиция приехала, они протоколом осмотра зафиксировали местоположение данного оружия, место расположения и постройки, и опросили и человека, и соседей. На руки ему выдали уведомление об отказе о возбуждении уголовного дела. С ним мужчина обратился в Центр лицензионно-разрешительной работы, где ему помогли оформить необходимые документы для того, чтобы получить денежное вознаграждение. Поступи мужчина иначе, например, реши он забрать ружье, доказать потом, что это находка, он бы не смог. Как быть, если оружие досталось в наследство? Об этом и не только. Смотрите «Городские встречи» с Сергеем Даниловым, заместителем начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Выход в эфир в ближайшее время. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин